Желаем вам доброго пути, Ахжол, счастливой дороги и счастливого возвращения всех сюда. Возможно ли такое, чтобы за одно путешествие вы преодолели более 5000 километров, а пейзажи вокруг менялись каждый день, и в памяти навсегда остались степи, пустыни, реки, горы и даже моря. Чтобы все объекты, что вы встретили по пути, являлись бесценным наследием предков, уникальным памятником истории, архитектуры, культуры. Чтобы вся дорога стала одним большим открытием. Возможно, если вы путешествуете по Казахстану. В этот раз программа «Большая страна» отправилась к морю. Мы команда из 25 человек. Среди нас журналисты, блогеры, ученые, фотографы, опытные путешественники, картографы и просто те люди, которые влюблены в дорогу и родную землю. Всех нас объединило Казахстанское национальное географическое общество для одной важной цели – пройти на автомобилях маршрут от Астаны до самой западной границы республики и познакомиться с десятками уникальных сакральных мест нашей удивительной большой страны. Очередной пункт маршрута экспедиции – село Бейнео. Бейнео появился на свет как маленькая железнодорожная станция в середине прошлого века. Сегодня это центр целого района. А тысячелетия назад по земле Мангстау проходил Великий Шелковый путь от Хорезма и Хивы в Европу и на Ближний Восток. Остатки ушедшей цивилизации то и дело находят. Селеный двор музея – выставочный зал под открытым небом. Вот покоятся знаменитые шаровые каменные конкреции из долины Торыш, а внутри здания – познавательные панорамы и диорамы, в которых отражены богатое культурное наследие, быт казахского народа, природные достопримечательности региона и эпохи развития. Мечеть Куркембая выложена из местного камня-ракушечника. В середине XIX века при мечети функционировала медресе, где было 26 комнат. Над зданием 30 куполов. Это типичное для прикаспийских стран многокупольное сооружение. Мечеть довольно аскетична по форме, и в этом ее особенность. В экспозиции «Зал этнографии» отражены быт и виды основных занятий населения Мангастау. Здесь представлены самобытное декоративно-прикладное искусство казахов, национальные изделия ручной работы ремесленников, юрта с внутренним убранством, а также шедевры мастеров резьбы по кости, дереву и камню. Данная диорама посвящена предметам быта казахского народа. Казахи – кочевой народ. Все кочевники имели зимние стоянки с охраняемыми участками для пасть бы молодняка и слабых животных. Качевали обычно аулом – подвижным селением, связанным родственными узами или хозяйственными выгодами, придерживаясь во избежание столкновений с соседями одних и тех же урочищ и колодцев. Их кочевой образ жизни был полон самых разных приспособлений и предметов быта, но то, что здесь представлено – это лишь малая часть. Но все же главный экспонат музея, по нашему мнению, – традиционное жилище казахов. В процессе тесного взаимодействия с природой древние кочевники произвели на свет шедевр мировой цивилизации – юрту. Продукт многовековой культуры казахского народа, который имеет свое сакральное значение. Ну а впереди нас ждет кочевое жилище современных намадов. Команда разбивает лагерь глубокой ночью вблизь села Бейнеу. С начала нашего сакрального путешествия прошла целая неделя, и на ее протяжении мы трапезничали исключительно походной едой. Основным ингредиентом в меню выступала тушенка. Ну а сегодня руководитель экспедиции Жанат Айтхожин решил отпраздновать нашу первую стоянку на Мангастаусской земле. Нас ожидает праздничный пир на Западе с восточным колоритом. В меню сегодня плов. Сегодня у нас на ужин будет плов, а нам для него понадобится мясо, лук, морковка, рис, ну и соответственно огонь и казан. Ну тогда давайте начнем. Я уверена, это блюдо будет просто шедевральное. Наша сакральная карта подсказала следующую точку маршрута. Главная ее особенность. Это место считают воротами по дороге на плато Устюрт. И все, кто хочет преодолеть эту дорогу легко и удачно, должен обязательно здесь остановиться. Это мавзолей легендарного просветителя Маната, жившего в незапамятные времена. По сказанию он сделал много добра людям. О его деянии написано во вести Зарад Устры. Маната родом из Индостана. Учил достойной жизни в быту и обществе, труду, государственной деятельности и даже судостроительству. Его имя осталось в мифах всего Евразийского континента. И по легенде упокоения Ман нашел на Устюрте. Стиль построения мавзолея отличается от других надгробных памятников Мангастау. На четырех стенах имеются 18 открытых окон, откуда видно захоронение. Ни дождь, ни ветер не помешал нам почувствовать атмосферу места. И стоило нам отъехать от мавзолея, как тучи рассеялись. И перед экспедицией открылась чудесная картина – плато Устюрт во всей красе. Горы принимают нас. Вода разбегается, куда смотреть не успеваешь. Да, дух захватывает при взгляде с обрывистых скал. В мыслях пересматриваешь все прожитое, свои поступки. А потом пытаешься зацепиться за соломинку, связывающую тебя с жизнью. И отбегаешь подальше от чинника. И переведя дыхание, понимаешь, что жизнь продолжается. В сакральной карте Казахстана есть не только святые места, но и объекты природно-ландшафтные. В Мангустау таких несколько. И одна из самых знаменитых – гора Щеркала. Благодаря ее внешнему виду, как только ее не называют – гора Пьяла, Белая Юрта, Левгора. И последний вариант – официальный. Потому что именно так переводится «щеркала» с туркменского. Гора находится в 170 километрах от города Актау. Недалеко от поселка Щетпе. Проезд к горе прост и удобен. Особенности местности – россыпь шарообразных валунов со следами рыб и ракушек. Родник и речка Ахмаш. Гора сложена из верхних меловых пород – глины, песчаников, мергелеи, известняков. А какую впечатляющую картину представляют ее склоны во время заката или рассвета. Когда белые скальные породы окрашиваются в багряные цвета. «Щеркала» в своем массиве имеет много интересных скульптур в виде одиноко стоящих столбов. Есть и туннель, по которому можно взобраться на вершину. С горой связано множество легенд и поверья. К примеру, уфологи считают, что «Щеркала» – ничто иное, как инопланетный корабль. А одна из многочисленных пещер якобы ведет прямо в рубку летающей тарелки. Историки же утверждают, что на вершине горы некогда находился город-крепость. Местные жители верят в то, что в многочисленных пещерах и гротах горы живут духи «Щеркалы», не пускающие туда любопытного туриста. Поэтому не особо храбрым рекомендуют долго здесь не задерживаться. Наша экспедиция решила разрушить это предание и доказать, что бояться духов горы незачем. Прогулявшись и изучив территорию, мы разбили лагерь у подножья «Щеркалы». Если духи есть, то только очень великодушные, подарившие нам незабываемые впечатления. Вид открылся необыкновенный, завораживающий, а звездное небо служило нам напоминанием, что мы лишь песчинки в бесконечной реке времени. Впрочем, до утра надо дожить. Но откроем вам секрет. Мы не просто доживем, но еще и продолжим путешествия. В следующем выпуске познакомимся поближе с плато Устюрт. Миллионы лет назад в результате геологических изменений земля поднялась, и морской стихии пришлось отступить, обнажив огромные территории. Мы отправимся на поиски следов далекого прошлого, погрузимся на самое дно великого и могучего океана Тетис. То, что подарит нам земные недра, когда-то украшало челюсти кровожадных морских убийц. Увидимся через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok